Детская епархия Да, было очень интересно. Экскурсию для нас провел епископ Павел. Сегодня вы узнаете, о чем нам удалось побеседовать с Владыкой в его рабочем кабинете. Владыка, интересно узнать, о чем вы мечтали в детстве? Думали ли вы о том, что станете епископом? Спасибо за вопрос. Тут сейчас буду вспоминать свое детство и те годы, в которые я учился в школе и до школы. Вы знаете, нас воспитывали, конечно, как пионеров в то время. Были мы октябрятами, потом пионерами. И, конечно, будучи пионером, я мечтал вступить потом в партию коммунистическую, и чтобы приносить больше пользы обществу. Какие-то такие поступки совершать, ну, может, не героические, но такие подвиги, чтобы, ну, полегче как-то жилось людям, чтобы детей было счастливое детство. Ну, вот такие были мысли. Потому что вот есть такая книга «Как закалялась сталь». Там рассказывается как раз об таких энтузиастах, которые, не жалея своей жизни, своего здоровья, очень много трудились, очень много боролись за свою родину, за отчизну для пользы людей. Как-то у меня такое было, такое тоже расположение. Мы с старшим братом, с ребятами, мы организовывали, прочитав книгу Тимура и его команда, мы нечто такие подобные команды организовывали и помогать старались бабушкам, дедушкам, ветеранам войны. Вот в поселках всегда звезда красная была на заборе, и там жил ветеран войны. Мы знали их и старались помогать, то есть воды натаскать, дрова поколоть, бесплатно совершали такие добрые дела, объединяли других ребятишек в этом. Вот потом, когда я уже был студентом, в то время Союз развалился, в то время Коммунистическая партия себя очень скомпрометировала, вот, и стало понятно, что это, ну, не то. В то же время жили очень бедно, вот именно в 90-е годы я сам был студентом, буквально не доедали. Стипендия была у меня довольно хорошая, я даже делился этой стипендией своими родителями, потому что папа и мама, они тоже работали ночью, ну, копейки зарабатывали, жили в Казахстане. Я вот, будучи студентом, старался как-то еще заработать, чтобы не только себе хватало, чтобы маме и папе хватало. У меня еще два брата, старший и младший. Учился я довольно хорошо, это в университете, получил специальность, закончил факультет приборостроительной по специальности конструирования и производства радиоэлектронных средств. Вот роботы, компьютеры, между ними связь, система электронная, все это вот, круг моих интересов, моя специальность. Потом я ушел работать на военный завод, там занимались такими разработками секретными, то есть была подписка о том, чтобы не разрешать секреты. Полтора года я так проработал. Но потом, знаете, вот я, когда мне было 18 лет, на втором курсе университета, я принял крещение, и я тогда понял, что смысл не в деньгах и не в мирском счастье, таком земном, а смысл в том, чтобы стараться жить чисто и помогать спасаться, ну, себе, своим близким и дальним людям. Вот это самое-самое лучшее, для чего стоит жить и ради чего стоит и умереть. То есть вот вера христианская полностью проникла в мое сердце, и я пожелал жить именно по-христиански. Думал, конечно, о священстве, когда учился в университете, но потом больше склонился именно к монашеской жизни, потому что мне нравились именно монашеские обеты, что жить только ради Бога, ради спасения своей души, ради спасения душ ближних. Когда я закончил университет, отработал полтора года на заводе военном, потом я поехал к одному святому человеку. Есть такие святые люди, старцы называют, которые знают нас лучше, чем мы сами себя знаем. То есть наше прошлое, наши мысли, наше будущее, что у нас как сложится. И вот они открывают волю Божией людям. И вот я приехал, представился, приехал к отцу Науму. Он скончался в 2017 году. А я приехал к нему еще в 1998 году. Мы поговорили, он все поспрашивал. Я вот увидел в нем именно святого человека и думаю, как он скажет, так я и поступлю. И вот он мне сказал уволняться с работы и поступать в монастырь. Сначала я поехал в разведку, в Сибирский монастырь, познакомил себя с братьями, познакомил себя с руководителем, с отцом Артемием, с духовником отцом Серафимовым. Мне так все понравилось в монастыре. Вот все, что хотелось в жизни, вот все, о чем я, не осознавая того, еще мечтал с детства, полноценно свою жизнь посвятить, все я там нашел. И так было хорошо на сердце, я две недели там пробыл и трудился, конечно, это Сибирь, это в юге, это морозы, очень тяжелые условия были жизни и труда. Подъем был в 4.40, в 5 часов мы становились на молитву, потом до 8 молились, потом завтрак. И с полдевятого утра до полдевятого вечера мы работали очень-очень интенсивно, очень крепко. Ну, строили храмы, вот работали там, и животноводство было у нас, и огороды, и рыбу разводили, и пчелы разводили. В общем, работы очень-очень много было. И вот так по 12 дней, можно сказать, поработали. Там я прожил 20 лет всего, и последние 6 лет я уже возгорел этот монастырь, и потом оттуда уже прислали сюда. В 2016 году рука положили в сан епископа, но сделали векарным епископом. Я помогал митрополиту новосибирскому. А потом через 3 года прислали сюда, на Кубань. Таким образом я оказался здесь. Ну, сформировался я вот сам в монастыре, в сибирском монастыре. А вот именно мне понравилось жить монашеской жизнью, жить церковной жизнью, и тем самым помогать людям. Вот такая жизнь. Большое спасибо за ответ. Пожалуйста. Какое самое сложное и самое радостное, что происходило в вашей деятельности? Вы знаете, самая радостная жизнь – это просто жизнь в монастыре. Среди братьев. И за дня в день. Казалось бы, одно и то же происходит. То есть распорядок, в общем-то, один каждый день. Ну, за исключением воскресного дня или праздничных дней. Сначала молитва, потом работа. Казалось бы, рутина такая. Но вот за эти труды, по молитвам нашего духовного отца, по молитвам наших наставников и по молитвам братьев, очень хорошее состояние на душе. Мир совести. Мир с Богом. Мир со всеми людьми. Вот нет врагов, нет никаких плохих мыслей. Вот это, конечно, самое радостное. Конечно, в монастыре тоже бывают скорби. Самая большая скорбь – это когда сам в чем-то согрешишь. Вот когда обидел человека. Когда не выполнил послушание. То есть какое-то задание дали, ты не выполнил. Поленился. Когда там не встал на правила. Потому что бывают очень большие труды. Бывают проспишь правила. Уже в 4.40 уже встать невозможно. Встаешь где-то 8 часов. И, конечно, тогда чувствуется угрызение совести. Чувствуется, что необходимо пойти уже на исповедь. У нас очень хороший духовник, отец Серафим. И мы поисповедуемся. И уже легче на душе. Если с кем-то повздорил. А такое бывает. Во время работы серьезной. Один бывает любит работать очень быстро. Но не очень качественно. А другой качественно, но не очень быстро. И разные темпераменты у людей. Разные подходы к решению каких-то там задач. Поэтому бывают братья повздорят. Но что очень хорошо, после вечерних молитв все друг у друга просили прощения всегда. Вот примерялись. Что бы ни было, всегда друг у друга просим прощения. Тогда опять на совесть очень хорошо. Очень чисто. Светлые мысли. Ну, то есть жить по заповедям. Жить в монастыре вообще идеально. Но потом случается так, что избирают епископом. И уже выходишь за рамки монастыря на особое служение. И здесь важно, чтобы когда человек выходит из монастыря, чтобы монастырь не выходил из его сердца. Чтобы вот внутренне все равно жить по-монашески, по-монастырски. И тогда эта радость монашеская, она сохраняется и на любой должности уже. То есть, конечно, когда человек на служении епископа находит сюда, да, есть возможность как-то расслабиться, возможность как-то увлечься внешним чем-то. Но вот очень важно внутренне соблюдать чистоту и жить по-монашески, жить по-монастырски. По возможности, когда я бываю там в Сибири, всегда общаемся, исповедуемся у духовника своего. То есть я стараюсь жить именно той жизнью еще. Тогда можно сохраниться в этой жизни. Потому что в монастыре все там старается чисто, чтобы было в нравственном отношении. А в миру, вы знаете, он исполнен греха весь мир. И важно, чтобы, находясь вот в миру, среди мирских людей, в таких условиях непростых для монаха, все-таки соблюдать монашеский настрой. Тогда на сердце будет ваша радость. Конечно, бывает горечь еще на сердце, когда мы узнаем, кто-то из наших подопечных, или из священства, или из мирян, или тех людей, которые у нас поведаются, в чем-то согрешили, отпали от Бога. Бывают такие случаи, когда человек чем-то соблазняется и отпадает, в грехи впадает, то, конечно, это на сердце очень тяжело из-за этого. Но мы молимся, просим Бога, чтобы Господь сам вернул этого человека на путь спасения. Мы молимся Божией Матерь, чтобы, представь Бога Родица, помогла этому человеку покаяться в грехе и вернуться на путь спасения. А такие трудности внешне не пугают. У нас из монастыря люди попадали и на Чукотку, и на Камчатку, и на север страны, и, наоборот, на юг. Ведь у меня еще одно послушание – это в Таджикистане. Есть люди, которые трудятся и в Филиппинах, и в Аргентине, и кому-то на Антарктиду может выпасть, командировка. Вот это уже не пугает. Главное, знаете, главное, чтобы быть с Богом. А внешне это не пугает. Какие условия там, есть ли какие-то условия, все это терпимо, все это можно пережить. А вот если человек согрешает, и когда ты чувствуешь, что Господь от тебя отдалился, то это самое тяжелое. Вы знаете, большинство людей так и живет, но они этого не сознают, этого несчастья. Вы знаете, что люди бывают скучно. Если нет каких-то средств развлечений, то люди скучают, умывают. Оказывается, люди скучают по молитве, по общению с Богом. Но никто им этого не рассказывает, поэтому они стараются эту скуку сбить каким-то развлечением, увлечением, хобби и прочее. А вообще-то душа каждого человека скучает по Богу. Потому что мы созданы так, нас Господь создал, чтобы мы общались с Богом, в молитве были. Поэтому вот такие и радостные моменты бывают в жизни, и скорбные моменты бывают в жизни. Но когда скорбные, мы всегда к Богу еще более усердно молимся, и Господь помогает. И вновь горечь превращается в радость. Спасибо вам за такой хороший ответ. Пожалуйста. Мне заполнился кабинет Владыки. Там было очень красиво, атмосферно. Было очень интересно побыть в кабинете епископа, поговорить с ним, узнать много нового. Соглашусь, ребята, было очень интересно и познавательно. Радостно, что представилась возможность лично общаться с Владыкой. Обязательно будьте в числе зрителей новых выпусков нашей программы. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова